Внести свой вклад в дело очистки Мирного от мусора решили экологи Алроса. В Мирненский ГОК постоянно поступают жалобы от населения на несанкционированные свалки. И хоть городские земли не входят в круг полномочий Алроса, специалисты Мирненского ГОКа вынуждены реагировать на просьбы граждан. В год экологии компания решила подойти системно к решению этого вопроса, разработав специальную программу. Ее первый этап уже начал реализовываться в Мирном. В Мирном появились экологические патрули. Все подробности в сюжете далее. К очистке Мирного и его окрестностей от хлама и мусора подключаются экологи Алроса. На днях в городе были сформированы первые экопатрули. Инициативу поддержали молодые специалисты Мирненского комбината, предоставив личный транспорт. Задача у этой миссии проста. Патрули разъезжаются в разные направления и фиксируют на бумаге все несанкционированные свалки и крупногабаритный металлолом. После чего составляется интерактивная карта проблемных мест. Проблема в пределах самого города. Ну, есть они, существуют. То есть, как бы их нельзя не видеть, потому что и дачные участки очень сильно захламлены. И люди постоянно жалуются, обращаются в адрес компании. И мы не можем не обратить на это внимание, потому что люди первым делом, конечно, идут к нам. Долго ехать от центра города не требуется. За фабрикой номер три и возле бывших хвостохранилищ мусор стелится на сотни метров. Весь дачный массив также усыпан отходами. Люди не затрудняют себя его вывозом. Зачем напрягаться, если свалка под боком? Переломить сознание нерадивых граждан – важная задача, которую ставят себе экологи компании. Вы, как видели на сегодняшнем рейде эко нашего патруля, что на самом деле экологическая восхановка на территории нашего города очень-то плачевная. Очень много несанкционированных свалок, даже не захламленности территории, а свалок. Посмотрим, сколько мы выявим, мы это все зафиксируем, решим. И, конечно же, будем в дальнейшем устранять и, конечно же, оповестим всех жильцов. Подобные места экологические патрули выявили во всех частях города. О масштабе захламленности территории говорит тот факт, что в Алроса уже принята программа по созданию экологического колл-центра, где будут собирать и фиксировать всю информацию о несанкционированных свалках, чтобы совместными силами компании города и района оперативно решать мусорные проблемы.